Этот квартал на улице Институтской местные жители называют оазисом уюта. Двухэтажные дома 50-х годов постройки, окутанные ветвями многолетних кленов. Многие мытищенцы живут здесь с пеленок. Евгений Тягичев вырос и провел в этой квартире всю жизнь, а теперь воспитывает тут четверых детей. Со временем двухэтажка стала непригодной для проживания. Год назад дом признали аварийным. На данный момент застройщик нам предлагает несколько вариантов решения про вопросы переселения. Первый вариант это подбор вторичного альтернативного жилья. Второй вариант это выкуп в деньги. Кто-то может быть хочет просто продать свою недвижимость и переехать. И третий вариант дождаться соответственно дома, которые они построят и переехать уже собственно в полноценное построенное новое жилье. Осуществить заветное переселение Евгений не торопится, пока выбирает наиболее удобный вариант для семьи. Тем не менее, некоторые моменты все же подталкивают выбрать для жилья именно вторичку. Ведь новый ЖК будет построен через несколько лет, а теснота нынешней квартиры давит уже давно. Вот прихожая наша, да, соответственно можно посмотреть, что размеры, ширина рук, то есть метр на метр двоим людям здесь уже вот как нам с вами тесно. Далее, соответственно, санузел. Проходя в санузел, если там находится кто-то из членов семьи, соответственно больше никаких действий я сделать не могу, потому что я даже чисто физически не пройду. Вот, собственно, такие условия. Из тесного коридора мы попадаем в комнату, которая одновременно является и гостиной, и спальней для двоих детей. Здесь на втором этаже у нас расположилась Полина. Полин, расскажи, как вообще тебе живет здесь? Ну, вообще-то как свои комнаты нет, приходится здесь все обустраивать. На своем втором этаже картины рисую, фотки, книги, все здесь обустроено. Ну и, конечно же, хотелось бы побольше пространства, чтобы ничего вот так вот впритык не было. По очереди приходится делать все – обедать, смотреть телевизор и даже делать уроки. В квартире помещается лишь один учебный стол. Особенно непросто приходится главной хозяйке в доме. Тесно. То есть, если нам вот мы двойница старшей дочерью, например, пройти, ну, что-то делать, ну, это очень проблематично, потому что мало очень места. Получается, что вот так. Вот так. Несмотря на тесноту, многодетные родители оптимизма не теряют. Они верят, что вскоре обретут новый дом, и каждый сможет уединиться в своем уголке. Надеются на скорый переезд и соседка Тягичевых Наталья Романова. Мытищенко показывает, в каких условиях приходится жить сейчас. Есть не очень приятные для нас моменты. Это трещина на потолке. У нас вот трещина. Одна идет трещина. Вот она, видите, прямо от люстры идет. Вот еще одна трещина идет. Вот она вдоль карниза идет. Протечки, крыши, трещины на потолке, старые окна и отсутствие кухонного гарнитура. Это лишь малая часть всех неудобств, с которыми приходится сталкиваться женщине. С ремонтом тоже особо не заморачивались. Грезили о скором переезде. По словам Мытищенки, разговоры о реновации ходили давно. И вот мечта сбылась. Вместе с мужем они сделали выбор в пользу вторичного жилья недалеко от нынешнего дома. Из 43 квадратов просторные 60 с техникой, мебелью и ремонтом. Теперь у малышей будет своя детская, а у родителей спальня. У меня вдохновение. Я ощущаю вдохновение. Потому что здесь, ну, как видите, площадь больше. Кухонный гарнитур, да, куда можно разложить все. И не надо в комнату нести кастрюльки, да, которые не помещаются на кухне. Да, как у меня сейчас там, на институтской. Наталья счастлива, ведь осталось пару месяцев до долгожданного переезда. Сейчас идет процесс оформления документов. А пока у женщины есть время подумать, как она обустроит свой будущий дом, который находится на Колпакова, 25. Рядом есть вся необходимая инфраструктура. Участница программы реновации даже успела перевести дочь в близлежащий детсад. В будущем новый дом, как Наталья, обретут сотни мытищенских семей, проживающих в этом микрорайоне. На данной территории будет расселено 12 многоквартирных домов. Из них 7 аварийных, 5 ветхих. 309 семей получат новое комфортное городское жилье. Сейчас на данный момент 4 семьи уже заключили договора купли-продажи. То есть застройщик предлагает им выкупную стоимость. А уже жители сами решают, куда они потратят эти деньги. Микрорайон 18Б стал вторым в округе, где планируется реализация проекта комплексного развития территории. Он предполагает не только строительство нового жилого квартала, но и объектов социальной инфраструктуры. Анна Смирнова, Денис Корнев, Первомытищинский.